Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем седьмую главу второго послания апостола Павла Коринфянам. Эта глава продолжает тему, которая начинается в предыдущей главе. Бог дает обетование о том, что Отец будет пребывать со своими сыновьями и дочерями. И для этого нужно прежде всего очиститься и освободиться от самого грязного и главного искушения, искушения идолопоклонства, потому что все может стать идолом. Даже самые возвышенные, прекрасные, божественные реальности, истины могут стать идолом и стать препятствием на пути поклонения Богу. Поэтому эта глава завершает с собой то, о чем апостол говорит в предыдущей главе. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Совершая святыню, то есть достигая святости жизни, посвящая себя Богу, и пусть эта жизнь проходит в страхе Божьем. Слово «страх Божий» является на языке иудаизма синонимом того, что мы называем «религией» или «верой». Потому что нет слова «религия» в древнееврейском языке, но есть это ощущение присутствия Бога, и исходя из этого человек строит свою жизнь в страхе Божьем, трепете перед его присутствием. И затем апостол Павел обращается с призывом к покаянию, к обращению. «Вместите нас, пустите нас в ваше сердце». Точно так же, как апостол Павел принимает своих учеников, свою общину, свое сердце, свой внутренний мир, также он просит открыть сердца коринфян. «Ведь вы никого не обидели, никого не вели в заблуждение, ни с кем корыстно не обошлись. Не в осуждении говорю это. Я ведь сказал уже, что вы в сердце у нас. Чтобы и умереть нам вместе, и вместе жить. Я вполне откровенен с вами. Я вами постоянно хвалюсь. Исполнен я утешением. Переполняет меня радость, сколь не тяжко наше положение». Апостол Павел здесь обращается со словами «примирение». Мы узнаем о том, что за это время произошла встреча с Титом, и Тит сообщил апостолу Павлу радостное известие о том, что в общине коринфян произошла серьезная перемена. Те люди, которые клеветали на апостола Павла, были изгнаны вон, и община хотела бы восстановить прежние доверительные отношения с апостолом Павлом. И апостол Павел, который до этого пребывал в страхе и в напряженном ожидании этой вести, потому что для него этот конфликт был серьезным, тяжелым испытанием, вдруг испытывает эту радость. И поэтому фактически эти слова означают, что прошлое прошло, и я больше не держу на вас обиды, и об этом можно не говорить. Потому что то, что нас объединяет, объединяет нас смерть и жизнь в воскрешенном Христе. Поэтому я с вами совершенно откровенен. И здесь звучит ключевое для апостола Павла слово «хвалюсь», что является предметом гордости. Потому что один из вопросов, который ему задают Коринфяне, «А чем ты можешь гордиться? Ты работаешь как раб, и разве мы можем гордиться тобой?» И вот апостол Павел, получив эту весть о примирении, признается в своем ликовании, в своей гордости, точно так же, как мы гордимся быть друзьями кого-то, как мы гордимся своими друзьями. Поэтому я вами постоянно хвалюсь. Это, собственно, признание в любви. И исполнен утешением, радостью, несмотря на все горести, которые выпадают ему на пути. Конечно, здесь апостол Павел имеет в виду те испытания, которые связаны с его служением. В чем оно состоит? Помимо проповеди и Слова Божия, он организовал сбор пожертвований для иудейской общины. И это очень рискованное и опасное мероприятие, потому что нужно собрать деньги, посещая разные общины, и потом обеспечить их надежную доставку в святую землю, чему и будет посвящена следующая глава. И поэтому он имеет в виду именно эти тяжести, эти испытания тоже. И дальше апостол Павел переходит к такому этикету, потому что, когда мы пишем письмо, то мы вначале приветствуем, благодарим за что-то, а потом сообщаем какие-то новости, сообщаем о том, что происходит в нашей жизни. Поэтому здесь он также по логике письма сообщает, что с ним происходит. «Когда мы пришли в Македонию, и там не было нам покоя, напротив нас все угнетало, извне борьба, внутри опасения». Понятно, что внешняя борьба – это тоже всегда есть недруги, и нужно от кого-то защищаться. Но самое серьезное испытание – это борьба, которая происходит внутри, внутри общины, в сердце самого апостола Павла. «Но Бог, утешающий всех смиренных, утешил и нас с появлением Тита, и не самим только прибытием его, но и тем, как сильно он был утешен у вас». Обратите внимание, что весть, которую принес Тит, была не просто утешительной для апостола Павла, как любая человеческая весть, известие, приятная новость. Тит сам был включен в этот конфликт, и вдруг от Каринфин получил какой-то заряд утешения, любви, доброты, и с этой радостью, которая преизобилует, он встречается с апостолом Павлом и передает ему эту радость из рук в руки. И для апостола Павла это был не просто психологический опыт, как нам может показаться. Здесь он говорит о том, что Бог утешает своих смиренных, утешает тех, кто унижен, кто обездолен, кто страдает, кто проходит через испытания. Сам Бог о них позаботится. И поэтому для него это было некое обновление опыта веры. Как будто через эту радостную весть мира, примирения, сам апостол обновляет свою веру в воскресение Христа. Это некий духовный опыт, божественный опыт, а не просто психологический. Он рассказал нам, как вы тоскуете, как печалитесь обо мне, и как ревностно защищаете меня. И это еще больше обрадовало меня. То есть Тит, вероятно, рассказал о перипетии этого конфликта, о том, какая была неприятная клевета, какая была яростная травля, борьба, но с каким мужеством ученики защищали своего учителя. И эта ревность, эта защита послужила источником радости для апостола Павла. Так что если и огорчил я вас своим письмом, то все равно не жалею, что написал его, хотя раньше и раскаивался, потому что вижу письмо, то пусть ненадолго вас огорчило. Вы легко можете себе представить, иногда в пылу страстей пишешь кому-то письмо, потом его отправляешь, и хотел бы открыть почтовый ящик для того, чтобы его вынуть обратно или каким-то образом вернуть его обратно, чтобы оно не дошло до адресата, потому что оно было слишком искренним и может быть горячим, и поэтому может обидеть, может ранить. И апостол Павел именно об этом и говорит. Он написал горькое послание, послание в слезах, и потом он раскаивался, что зачем же нужно так огорчать. Но теперь он видит, что то огорчение, которое принесло это письмо, обернулось источником радости, источником утешения. Поэтому радуюсь я теперь не тому, что вы огорчены были, но тому, что огорчение привело вас к покаянию. Слово покаяние имеется в виду не просто какому-то раскаянию, о том, что коррентине вдруг пожалели, о том, что поступили неправильно. Произошло нечто большее. Пройдя через это испытание горечью, печалью, огорчением, вдруг происходит полное обновление ума. И фактически та любовь, те доверительные отношения, которые были между апостолом и коринфянами, вдруг начинаются с чистого листа. И может быть в каком-то новом качестве, еще более глубокий, более прекрасный. Вот что имеется в виду под словом покаяние. Спасительное покаяние. Посмотрите сами, какое усердие вызвало у вас эта богоугодная печаль, какое стремление оправдаться, какое негодование, какую тревогу, какое горячее желание, какое рвение, какую готовность решить все по справедливости. То есть мы понимаем, что Тит сообщил в деталях все, что происходило в Коринфе, и об этой тревоге, и негодовании, и ревности, и желании все совершить по справедливости. И здесь апостол Павел противопоставляет два рода печали. Одно дело печаль, которая угодна Богу, приятна Богу, печаль по Богу. Другое дело просто человеческая печаль. Человеческая печаль чаще всего приводит к тому, что конфликт приводит к разрыву отношений. Мы просто эту печаль, это огорчение не можем переварить психологически, и поэтому отношения умирают. Поэтому это печаль, которая к смерти. Другое дело печаль, когда мы передаем Богу, передаем Богу свое состояние, свою горечь, в ожидании того, что Бог вмешается и начнет действовать в этой ситуации. И вот когда Бог начинает действовать в нашей жизни и в нашей печали, то тогда возможно, что эта печаль будет чревата радостью, утешением, покаянием и новой справедливостью. Всем этим вы показали, что теперь в этом деле вы чисты. История закрыта, все чисты, и никто ни в чем, никого не упрекнет. Итак, когда я написал вам письмо, то сделал это не только ради согрешившего или его жертвы, но чтобы сами вы могли пред Богом увидеть, как ревностно вы преданы нам. Вот что нас утешило, что доставило особую радость апостолу Павлу, это то, что ученики остаются верными, преданными, и если остается доверие, остается верность, есть вера, то тогда Бог может изменить любую ситуацию. И совсем проблема не в том, что есть какие-то негодяи, есть клеветники, есть люди, которые становятся жертвами клеветы. Проблема не в жертвах и палачах, проблема в той новой реальности, которую Бог созидает внутри общины между учениками. Но к собственному нашему утешению прибавилась еще большая радость видеть, как счастлив Тит, которого все вы успокоили. Оказывается, Тит переживал не меньше апостола Павла, может быть, даже больше за все это. И здесь мы опять видим ключевой для апостола Павла образ круговорота утешения, молитвы, любви. Поэтому Тит сначала переживал, но потом это примирение сообщило его сердцу новый импульс радости, который он приносит апостолу. «Ведь если я перед ним и хвалился вами, то это не обернулось для меня посрамлением. Напротив, как вам мы всегда говорили только правду, так и перед Титом в похвале своей оказались правыми». В действительности здесь мы видим, что апостол Павел ручается и прославляет коринфскую общину, выставляет в выгодном свете перед Титом, рассказывает, какие замечательные коринфяне. И, конечно, если бы коринфяне вдруг оказались негодяями, то это было бы глубоким разочарованием и в конце концов поставило бы под вопрос и авторитет самого апостола Павла. Но, слава Богу, все разрешилось самым наилучшим образом. И то прекрасное, что Павел говорил Титу о коринфяном, лишь подтвердилось. Сердце его все больше располагается к вам при воспоминании о том, как все вы были послушны, с каким почтением и трепетом принимали вы его. Радуясь я, что во всем могу положиться на вас. Эта глава заканчивается вот такими словами, радуясь, что я во всем могу положиться на вас, заявляет тему, которая будет в следующей главе. Тема денег. Потому что, когда мы собираем пожертвования, то эти пожертвования нужно доверить какому-то надежному человеку, который их точно доставит адресату и они будут использованы по назначению. И точно так же, как между апостолом Павлом восстановилось прежнее доверие, потому что, в частности, клевета воздвигнута на апостолу Павлу состояла в том, что он злоупотребляет своим положением и присваивает себе эти деньги, но теперь все обвинения сняты, и мы сможем спокойно говорить об этом. И одновременно о Тите здесь говорится в таком положительном ключе, потому что именно он станет посредником и этим доверенным лицом коринфян в этой ответственной и сложной миссии, о которой речь пойдет в следующих главах. На портале экзагет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. 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 Продолжение следует...